Символично, что именно сегодня, в Международный день светофора, новый прибор, регулирующий движение, появился на пересечении проспекта Кирова и улицы Молодежной. Он сменил своего предшественника, прослужившего верой и правдой здесь более 10 лет. Именно этим сроком в среднем ограничивается работа светофора, хотя все зависит и от того, на каких диодах он собран и хорошо ли обслуживался. У каждого светофора есть свой срок службы. Он может работать так же, допустим, если возьмем, например, стиральную машинку. Она вроде работает, но уже стирать не так. Так же и в светофорах. То, что диоды со временем выгорают, свет уже ярко снята. И, естественно, для водителя это плохо тем, что они могут не видеть. Современные устройства долговечные, энергоемкие. У нового светофора линзы побольше и светят они ярче. Поэтому водители смогут видеть сигналы издалека, что повышает безопасность дорожного движения. А это и является целью администрации города. Установка регулировщика производится на средства городской казны с учетом предложений ГИБДД «Самары». Специалисты подчеркивают, что работают именно со светофорными объектами. А это не просто отдельные светофоры, а целый комплекс оборудования. В его составе транспортные светофоры, пешеходные светофоры, опоры, контроллер, кабельные трассы, информационные секции. В этом году в Самаре запланирована установка пяти новых светофоров. На перекрестках Макаренко-Камчатская, Обувная-Народная, на улице Маршала-Устинова – это дорога на Козелки, на Антоново-Овсеенко-44 и на Коммунистической – в районе бывшей остановки Химчистка. Также до конца сентября еще 26 уличных регулировщиков ждет модернизация. Она включает в себя замену оборудования, установку новых светодиодных светофоров, организацию дополнительных движений путем установки стрелок. Все новые светофоры оснащены таймером обратного отчета и информационными секциями. Информационные секции – это секции белого цвета, которые моргают с указанием стрелок. Это введены с прошлого года, по-моему, национальным стандартом установки светофоров. Они обозначают, что при движении на зеленый сигнал светофора водитель при повороте налево или направо должен видеть, что там разрешенный сигнал горит пешеходам и могут переходить дорогу пешеходов. В первые сутки после установки светофор будет работать в обычном режиме. Радар детектора оценит загруженность полотна, после чего настройщик, исходя из полученных сведений, поменяет продолжительность работы зеленого и красного сигнала, чтобы разгрузить дорожное движение. Первый электрический светофор появился в 1914 году в Америке. У него было только две лампы – красные и зеленые, а их переключение сопровождалось звуковым сигналом. Прототипы конструкции уже трехцветные в 1920 году. Они были оснащены галогенами и лампами накаливания. В России первая модель уличного регулировщика была установлена 15 января 1930 года в Ленинграде на пересечении современных проспектов Невского и Литейного. С тех пор светофоры претерпели несколько модификаций. Оранжевый цвет сменил в желтый. Появился дополнительный сигнал – зеленая, мигающая или статическая стрелка, звуковое сообщение, разрешающее или останавливающее движение, светодиоды, дающие яркость свечения сигналов, а главное – многопрограммные режимы, интенсивность которых зависит от времени суток и насыщенности автомобильного потока. Но каким бы идеальным ни был светофор безопасность перехода по-прежнему в первую очередь зависит от водителей и пешеходов. Виктория Шарая, Василий Колдашов, События.